Хлевное. Село, центр Хлевенского района Липецкой области. Центр Хлевенского сельсовета. Хлевное основано в 1630-е годы. Название по хлевному буераку, упоминаемому в документах 1629 года. Здесь еще раньше были помещения, хлевы для скота, от которых и получил название овраг. В документах 1676 года село названо Подхлевным, находящимся под хлевами. В то время оно имело 60 дворов. Первое упоминание о селе Хлевном относится к 1629 году, когда после смуты и укрепления Михаила Романова как царя началась перепись населения. В эти места, тогда почти на краю Дикого поля, были посланы служилые люди московского владыки Роман Киреевский и Леонтий Недовесков. Они составили писцовую и межевую книгу, в которой отметили, что существует на Дону, южнее Тешевого монастыря и севернее Кривого вора, хлевный буерак, то есть овраг под хлевами. Предание гласит, что укромное место в лесном овраге на берегу Дона послужило хорошим укрытием для русских дозорных людей, следивших за движением татар на московском направлении. Хлева, вероятно, были построены для обеспечения питанием этих дозорных людей. После того, как кочевников отогнали далеко на юг, на месте бывшей пограничной заставы стали селиться люди разного сословия. В 1676 году в окладной книге Рязанской митрополии село было названо Подхлевном. По указу Петра I в Хлевном была учреждена почтовая станция. Хлевенские ямщики доставляли почту и пассажиров в Воронеж, Липецк, Елец, Задонск. В результате административной территориальной реформы Екатерины II в 1779 году Хлевное стало волостью Задонского уезда в Воронежской губернии. В 1885 году в селе была открыта первая школа, в которой обучалось всего 85 человек. Хлевенский район был образован в 1928 году в составе Центрально-Черноземной области. С 1934 года он входил в состав Воронежской области. С 1954 года в состав Липецкой области. Район расположен в юго-западной части области на Среднерусской возвышенности, граничит с Рамоманским районом Воронежской области, с Тербунским, Задонским, Узманским и Липецким районами Липецкой области. В разное время через Хлевное проезжали Петр I, Екатерина II, Григорий Потемкин, Александр Сергеевич Пушкин, Александр Сергеевич Грибоедов, Михаил Юрьевич Лермонтов. Связь с областным центром осуществляется по шоссейной дороге. Расстояние от районного центра села Хлевное до областного центра города Липецка по автотрассе составляет 60 километров. Во время Великой Отечественной войны подготовка госпиталя на 300 мест в селе Хлевное началась 10 мая 1942 года на основании решения Воронежского обкома партии. Госпиталь номер 4387 развернулся на базе нынешней районной больницы и работал круглые сутки. Время дислокации с 10 сентября 1942 года по 18 марта 1943 года. Задачей полевых госпиталей являлась первичная сортировка и обработка раненых, выполнение неотложных операций, подготовка тяжело раненых к лечению в госпиталях дивизионного и армейских уровней. Летом 1942 года во время Сталинградской битвы боевые действия вплотную приблизились к Хлевенскому району. Село стало прифронтовым. Сюда везли раненых бойцов. На первом этаже Хлевенской школы тогда располагался дивизионный госпиталь, а в здании районной больницы был Эвако-госпиталь. Несколько месяцев здесь спасали солдатские жизни. Круглые сутки врачи проводили неотложные операции. Тех, кто все же умирал, хоронили неподалеку, в братской могиле. Татьяна Павлова говорит, мой дедушка рассказывал, что во время войны умерших солдат из госпиталя хоронили ночью. Всего было захоронено около 300 человек, но по свидетельству местных жителей на самом деле их было намного больше, потому что не все имена удалось восстановить. В память о погибших в годы Великой Отечественной на этом месте установили мемориал и заложили аллею из молодых елей. Госпиталь на 300 мест располагался на месте больницы, которая сегодня является районной. Страшным для хлевенцев было дыхание войны. Уже к лету 1942 года район стал прифронтовым. На подступах к селам Крещенка, Муравьевка, Фоминаний-Гачевка и другим оказались немецкие части. Гибель на войне и в тылу свыше 5000 жителей, разорение деревень и хозяйств, ущерб району более чем на 45 миллионов рублей в послевоенных ценах. По сравнению с довоенным, поголовье лошадей сократилось в 4 раза, коров вдвое, овец и коз втрое, резку упала урожайность полей, по зерновым в 4 раза, по картофелю в 6 раз. За годы войны было призвано в армию более 12 тысяч хлевенцев. Из них 5067 человек погибли, в том числе 137 мирных жителей. Все тяготы ложились на плечи женщин, стариков и детей. И они все это вынесли. Не поддельным был их трудовой энтузиазм. Не возникало сомнений в необходимости пополнения фонда обороны. На строительство танковой колонны эскадрильи имени Водопьянова было собрано жителями 920 тысяч рублей. Дополнительно сдавалось зерно, картофель. Воины получали из района теплые вещи, подарки. Учителя и учащиеся Хлевенской средней школы вынесли 10 тысяч рублей. Воробьевской школы 5 тысяч рублей. На государственный военный заем жители подписались на 2,4 миллиона рублей. Каждая весточка с фронта радовала людей, придавала им силы и уверенность в победе. За мужество и героизм, проявленные в боях за Родину, удостоены звания Героя Советского Союза Буслов Федор Васильевич, Горбунов Федор Ильич, Гуляев Дмитрий Иларионович, Кретинин Тихон Данилович. Орденами славы трех степеней награжден Шилов Дмитрий Антонович. Отличились в боях Хлевенцы Дуванов, Зуева, Брежнев, Монтаева и многие другие. Жители района помнят воинов 38-й армии, 167-й стрелковой дивизии, 104-й отдельной стрелковой бригады, сражавшихся на Хлевенской земле. Многое делалось для выхаживания раненых в госпиталях и помощи беженцам. По данным 1893 года в Хлевном было две каменных церкви – Покровская 1797 года постройки и Елизаветинская 1857 года постройки. Обе церкви были разрушены в советское время. Кирпич Покровской церкви пошел на постройку школы в Хлевном. Про Покровскую церковь Дмитрий писал «Церковь в Хлевном, каменная, с колокольнию, построена в 1797 году, распространена в 1849 году. В 1876 году устроен новый иконостас, перемощены полы, церковь освящена 17 октября 1876 года, землепахотные 50 десятин и синнокосные 1 десятина. Прихожан – 1960 душ, два штата». В Хлевном существовала церковь в честь Покрова Пресвятой Богородицы еще в начале прошлого столетия, а может быть и ранее. В 1738 году при ней были два священника – Анисим и Ефрем. По документам Воронежской епархии за 1900 год в штате Покровской церкви числились два священника – Иоанн Петрович Владимиров и Виктор Попов, диакон Александр Дмитриевич Лапин, два псаломщика – Иван Матвеевич Пахомов и Иван Васильевич Устиновский. Приход насчитывал 284 двора, где проживало 3931 человек. По данным Государственного архива за 1911 год написано, утварью церковь недостаточно, жалование причиту не положено, просфорни от церкви сумма 78 рублей в год, кружечных доходов за 1911 год – 1300 рублей на два штата, дома священников построены чаянием прихожан. Сейчас в центре села стоит небольшой одноэтажный храм Покрова Пресвятой Богородицы, в котором проходят службы. А также возвышается новый храм. 24 апреля 2008 года на нем установили купола, изготовленные мастерами Болгодонска. В 2010 году храм Покрова Пресвятой Богородицы закончили строить. Продолжение следует...